Даже стесняюсь спросить, что происходит. Да вот Кэп решил заняться продажей резиновых изделий. Всё банально, деньги на нанат нужны. Да не бзди, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Оу май, вот это подойдёт. Не помню, Рокутагин, говорил я тебе или нет, но ты поц. От поца слышу, дорогой друг. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан очевидности обновления ПТС Уорфейс. В общем-то обновление не первое, да и контент там тот, что был уже раньше, но наконец-то я до него добрался. Помимо этого стоит сказать, что есть там очень интересные изменения одной новинки. Прежде всего скажем о том, что револьвер Таурус слишком уж имбовый, пока что убрали на доработку. Это первый момент. Второй момент заключается в том, друзья, что у нас пофиксили, понерфили, прямо скажем, дробовик G-Forms Arms Huckleberry. Ну а также, друзья, мы, конечно же, разберём новые, в скобках старые пушки, системы модификаций. Речь, конечно же, пойдёт о таких легендах, как Бильбо Снейк и Викармал, Камрад Товарищ. И в этом же списке присутствует полюбившаяся многими снайперская винтовка ДВЛ. А G-Force сильно нерфанули? Хороший вопрос. И действительно, он очень многих волнует. Наконец-то у нас вот-вот должен появиться дробовик помпового типа, причём действительно годный, вероятно, топ-1. Разработчики поняли, что с его, скажем так, способностями они немножко переборщили. И потому вот такие изменения внесли. Изменения, друзья, как вы видите, в первую очередь касаются вариантов, когда мы применяем дробь. И действительно, в этом случае это прилично так, друзья, ощущается. Вариант а-ля Марлин, то есть вообще без модов, либо собранный именно на стрельбу пулей, практически, я вам скажу, вот прям так серьёзно не пострадал. И всё ещё гнёт. А вот если вы хотите использовать в качестве снаряда в дробь, то, вы знаете, выбор в пользу G-Force уже не становится таким прямо однозначным. То есть выбивать его теперь, получается, нафиг не надо. Знаешь, Капитан Очевидности, выбивать и не выбивать, мне кажется, это теперь скорее больше вопрос вкусовщины. Если в прошлой своей версии Хаклберри сносил всё, был однозначно лучше, чем Камрад, чем Тайфун, то теперь, вы знаете, он, наверное, приятнее в геймплее, но вот сказать, чтобы он их особо превосходит, я бы не сказал. Плюс-минус то же самое. И как с тем же Тайфуном, например, бывают какие-то достаточно досадные неваншоты. Я такое уже встречаю. Конечно, неваншоты это скорее исключение из правил, если вы достаточно точно стреляете, но всё-таки картина существенно поменялась. Мне кажется, разработчикам ещё надо немного поработать с этим дробовиком, потому что сейчас он просто третий дробовик, который стреляет дробью и всё на одном уровне. С другой стороны, это не так уж и плохо, потому что баланс и новый донат не становится на голову лучше того, что было до него. В общем-то, я думаю, многих, может быть, такая новость и обрадует. Но точно не любителей помп. Ладно, поглядим. А что там по новинкам в системе модификаций? Во, друг мой, вот тут самое-самое сочное-самое сладкое. Как ни странно, да, именно здесь происходит прямо вау. Но заметно это прямо, скажем, не сразу. Во всяком случае, в моём случае. Во всяком случае, в моём случае. Я мастер, сука, от автологии. Да просто дебил. Заткнись. Первым делом в руки я, конечно же, взял Иви Кармал. Посмотреть, как там поживает штурмовичок. И вот штурмовая витовка, которая, собственно говоря, никогда особо огромной популярностью не пользовалась. Я думаю, вот в неё сейчас как бы вот истинную мочь вдохнут. Свежее новое дыхание. И всё получится. И люди будут брать её. Да ладно, вру, конечно, я так не считал. Потому что вот эти все пушки, которые, знаете, не надо выбивать из коробок удачи, получать в боевом пропуске. Ну, в основном они делают со-со, за исключением, может быть, Тайпуна. Да вы и сами в курсе. В Warface-то в этом плане игра сбалансированная. Плати и нагибай. И, если честно, собственно говоря, Сиви и Кармал так и получается. Она, знаете, такая неплохая. Она пробивает, да, новую броню, старую броню, она ваншотит в голову. Но ничего сверхъестественного она, честно говоря, не показывает. Эсэй Хелион лучше. Хеклер Ункох 433 лучше. Новый ПКМ Зенит тоже лучше. Нет, Кармал не становится каким-то прям совсем аутсайдером. С ней можно гнуть, но это, знаете, это вот такая как бы пушка, как бы, ну, вроде не то. Но, в принципе, ну, хочешь, да, можешь не закидывать на коробочки, там, на боевой пропуск. И, в принципе, ты будешь, братуха, нагибать. Но при наличии вышеперечисленных стволов никакого смысла в этой Иви Кармал нет. Та же история, что с кинетиками. Вроде, знаете, ничего, как бы, ну, так вот. Ну, ни туда, ни сюда. Как бы, либо в попу раз, либо вилкой в глаз. Примерно то же самое. Туда же следом отправляется и Гильбо Снейк, он же Бильбо. Пушка вроде тоже гнет, но, вы знаете, побегать с какой-нибудь Береттой и Таурусом, ну, намного интереснее, намного приятнее. И, прям, ну, чувствуется, что эффективнее. В общем, ситуация та же, что с Ивой Кармал, я вам скажу. Ну, прямо, знаете, если Иви Кармал еще как-то вот играется плюс-минус приятно, то Бильбо, ну, вот ты берешь и что-то пробуешь и понимаешь, вот был бы сейчас Таурус, такой кайф, такая точность прямо, такая отдача. Было бы намного лучше. Схожая ситуация и при применении новой снайперской винтовки. Ну, как новой старой, но новой в системе модификации ДВЛ. Вы знаете, играется с ДВЛ-кой действительно приятно. Вы можете видеть на этом видео, как я с нее нагибал, но заметить при этом один нюанс. Она не всегда ваншотит. Точнее, она прямо не очень ваншотит на больших дистанциях. И это действительно минус существенный. Из чего мы сразу делаем вывод, что, да, снайперская винтовка неплохая, у нее зум, в общем-то, по нынешним меркам неплохой. И, знаете, приятная анимация. Вообще, играется просто как-то. Вот я не снайпер, у меня реально вот есть винтовки, с которыми не снайпером играется просто. Вот ты не снайпер, но тебе играется классно. Это, например, в свое время Кракен, там, Макмиллан. То есть ты даже не снайпер, но настолько она эргономично классно сделана, что играть с этой снайперской винтовкой приятно. И вы знаете, ДВЛ как раз из этого разряда. То есть чисто по кайфу очень даже. Но полагаться на эту снайперку я бы не стал. Из-за очень и очень нестабильного ваншота на больших дистанциях. И вот тут, друзья, мы с вами подходим к самому-самому интересному и весьма неожиданному. Это дробовик-комрад, товарищ. Едрический мангуст. Святые помидоры. И египетские пирамиды. На модах он стал жарить, сука, как юсас в былые времена. Причем, друзья, не поверите, ассоциации именно такие. И они невероятно кайфовые. У меня желание проснуло, знаешь, в паблике бегать, мизорубочки гнуть. Ах, сука. Как будто я в 2014 только-только выбил этот юсасик. Да, именно так. И пошел, сука, рубить всех направо-налево. О, я ебун дестак, ребята. Мало того, что он ваншотит, да еще и темп стрельбы отличный. Автоматический режим. Да это просто бомбино. Вы знаете, наверное, за всю историю Варфейса после юсаса это лучший автоматический дробовик. Хотя, может быть, нет. Может, это даже лучший, по ощущениям, автоматический дробовик за всю историю Варфейса. Тут надо сразу сказать, что его ваншот не такой далекий, наверное, не такой, как бы, мощный, стабильный, как у какого-нибудь Хаоса или даже нового Хаклберри. Но он на уровне, понимаете? Он прям особо не уступает. Он прям ваншотит, сука. Реально ваншотит. Он классно ваншотит на небольших дистанциях. Прям стабильно, прекрасно. При этом у тебя 14, сука, патронов в магазине и автоматический темп стрельбы. Да это просто, это великолепно. Это то, почему мы соскучились. Реальный, сука, нагиб на своих медицинских небольших дистанциях. Ты просто, сука, рвешь. Влетел. Ах, детка, добрый вечер. Неужели этот малыш будет лучше нового GeForce, Хаоса и Тайфуна? Капитан, очевидность, я не знаю, вот, лучше ли он этого самого GeForce Хаклберри там или Хаоса. Но я тебе скажу так, он намного, прямо намного проще. Я установил вот такую сборку. Да, она покажется многим странной, что я еще и отдачу порезал. Но, вы знаете, мне так безумно нравится. На ваншот я вообще не жалуюсь. И просто зажимаешь кнопочку. Как в свое время с Юсасом, только еще лучше. Это просто настоящий автомат-дробовик. Настоящий, сука. Не такой, что он теоретический автомат, но лучше использовать как полуавтомат. Нет, прямо кнопку зажал, скилл показал. В ситуациях раз на раз против, допустим, там, Тайфуна, Хаоса, нового Хаклберри. Возможно, вы иногда будете проигрывать из-за дистанции. Но, вы знаете, вот такой прям колоссальной разницы, вот прям колоссальной, вот, не ощущается. Он все равно ваншотит, он все равно хорош. Да, он, наверное, все-таки этим дробовикам по ваншоту, по дистанции ваншоту точно уступает. Но, комрад-товарищ, сука. Ну, он нереально прост. Он, приобретает такое прям супер простое оружие. Это, знаете, как у инженера парные ппхи, вот то же самое, комрад у медика. Это очень простое, надежное, качественное, кайфовое оружие. Что выходит, в этом обновлении ПТС самое интересное, это старый добрый товарищ? Ты знаешь, капитан очевидность, а получается именно так. Да, у нас изменили Хаклберри, у нас Таурус отправился на доработку, у нас ввели новые пушки. Из всего вот этого контента, то, что действительно прям радует глаз, радует геймплеем, радует эмоциями, которые приносят тебе. Это именно комрад. Комрад это супер пушка. Я вам прямо вот говорю, как вот у меня ассоциация идёт. Это новый Юсас в Варфейсе. И даже это лучше, чем Юсас. Это самый кайфовый именно автоматический дробовик за всю историю нашей прекрасной игры.